Накануне празднования Дня работника жилищного хозяйства состоялось заседание коллеги Министерства ЖКХ и энергетики. Встреча началась со слов поздравлений в адрес представителей сферы ЖКХ, заместителя председателя правительства региона Нарана Кюкеева. В режиме видеоконференц-связи в заседании приняли участие главы районов. По словам временно исполняющего обязанности профильного министра Виктории Мангутовой, которая подвела итоги 2020 года, благодаря национальным проектам и индивидуальной программе социально-экономического развития республики, год стал прорывным в части решения застаревших проблем в сфере коммунального хозяйства. На 54 единицы обновлен парк специализированной техники, заменено 40 лифтов. Разработаны проектно-спектные документации на 32 объектах водоснабжения, благоустроены 8 общественных территорий. Выросли и показатели по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. Между тем, не менее амбициозные задачи ставятся Министерством и в 2021 году. Показатели по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с нарастающим итогом за 2019-2020 годы выполнены на 182% части расселенной площади аварийного жилищного фонда и 166% по количеству переселенных граждан. Таких результатов достигли благодаря вводу в эксплуатацию 26-квартирного дома в городе Элисте. Учитывая достигнутый уровень реализации национальных проектов, перед нами стоит задача на текущий 2021 год не снизить планку. По переселению запущен механизм ускоренной реализации программы переселения. Заявка на финансирование фондом реформирования ЖКХ уже одобрена и в республику уже поступила часть средств. Всеми участниками программы «Город Элиста», «Город Лагань», «Цаганаман» и «Ешалта» объявлены конкурсные процедуры по выбору подрядной организации на строительство многоквартирных домов. Перед Элистой в этом году стоит задача расселить весь аварийный жилищный фонд. Для этого запланировано строительство 44-квартирного дома. В «Ешалте» и в «Цаганамане» также планируется досрочно завершить в текущем году программу переселения. В этом году благоустраиваются 11 общественных территорий и 7 дворовых территорий в 11 городах и селах нашей республики. Работы на объектах уже начались. Завершилась коллегия награждением. За многолетний добросовестный труд и образцовое исполнение своих служебных обязанностей, почетными грамотами и благодарностями правительства и министерства были отмечены сотрудники отрасли. Кроме того, почетное звание «Заслуженный работник народного хозяйства Республики Калмыкия» было присвоено Виктории Мангутовой.